Друзья, привет! Как и обещал в первой серии нашего сравнительного теста, мы сделали то, что должен сделать каждый владелец подобного рода автомобилей. Мы съехали с асфальта. Посмотрите, какая красота! Здесь дышится, здесь слышится, поют соловьи, летают комары, которых почему-то здесь чересчур много, поэтому скорее в машину. И в какую? Честно говоря, я думал, что когда дорога станет вот такой, то есть острых неровностей не будет, а начнется эта бесконечная синусоида, то Mitsubishi Pajero Sport по плавности хода приблизится к Toyota. Но мы уже туда-сюда покатались, и сейчас, выбирая машину для того, чтобы ехать здесь дальше, я хочу скорее за руль Land Cruiser. Да, пускай сиденье у него не такое удобное, как у Mitsubishi, но зато подвеска, она здесь есть, во всяком случае, и она достаточно хорошая. И на такой дороге она сохраняет высокий уровень комфорта, в отличие от скачущего здесь горным козлом Mitsubishi. Но первое правило при езде по лесу, неважно в Toyota, Mitsubishi, Land Rover или где-то еще, закрывайте окна, когда уходите из машины, тогда ваш автомобиль не превратится в какой-то биологический объект, наполненный пищащими кровососущими. Постараемся их сейчас выгнать. Как неудивительно, но на подобной дороге Pajero не то, что не реабилитировался, а, по-моему, еще сильнее упал в моих глазах. Честно говоря, не ожидал от него такого, и не буду больше называть его Pajero, потому что у Pajero подвеска как раз-таки отличная, и она прямо-таки провоцирует на то, чтобы дубасить по грунтовкам. А вот у Sport, увы, все не так. Раскачка, слабая энергоемкость, особенно по передней подвеске, он вообще не может удержать колеса на земле и отскакивает постоянно, и на приземлении никак не может утихомирить эту бешеную скачку. В общем, странные вещи творятся. Даже непонятно, что с ним происходит, потому что, когда ты едешь на Prado с комфортной для тебя скоростью, ты смотришь в зеркало заднего вида, и Pajero все отстает, отстает и отстает. А если он впереди, то ты не можешь понять, почему же мы, черт возьми, едем так медленно. А вот сейчас было понятно, потому что он чуть задний мост себе не оторвал на очередном подбросе. В общем, странный, честно говоря, момент. Не ожидал. Так что подвеска у Mitsubishi не хороша ни на асфальте, ни на, увы, грунтовках и грейдерах. А зачем, собственно, съезжать с асфальта, спросите вы? Ведь вся инфраструктура у нас в шаговой доступности. Да потому что вот такую красоту на асфальте вы не увидите. А самый приятный летний вариант бездорожья – это песок, потому что вы там не испачкаетесь по колено и не закидаете весь автомобиль грязью. Что нужно в песке? Хорошая понижающая передача и мощность. С понижающей передачей у Pajero Sport все неплохо. Конечно, если вам удастся ее включить, в очередной раз хочу заметить, что вот эта шайба, которая управляет трансмиссией Super Select, шайба-то, может быть, и неплохая, но актуаторы работают вообще из рук вон плохо и очень долго включают режимы. Кстати, кто-нибудь объяснит мне, зачем нужен режим, когда у вас повышенная передача в демультипликаторе, но при этом заблокирован, между всего, дифференциал. Мне как-то объясняли сами инженеры Mitsubishi, что, мол, это сделано для того, чтобы буксировать какой-то тяжелый прицеп. Но, по-моему, это совершенно нелогично. Тяжелый прицеп нужно буксировать в гору на понижайке. Итак, наконец-то у нас все включено. Заблокирован, между всего, дифференциал, понижайка. При этом Traction Control остается и работает как электронная имитация межколесных уже блокировок, а системы стабилизации нет. Режим движения, конечно же, песок, который допускает небольшую пробуксовку колес, когда машина уже застревает, но при этом дает резкий хороший отвлек с места. Это именно то, что нужно в песке. Если вы мощно не стартуете, вы вообще никуда не поедете. Лучше коробку в ручной режим, потому что переключение в песке, это значит, что вы сразу застрянете. Мощность, нам нужно много мощности, потому что это песчаный подъем, дизель 2.4, 180 сил, но инерция совсем слабенькая. И как только она заканчивается, машина просто останавливается и едет вниз, а не вперед. Да, здесь нужно сил 500, наверное, чтобы форсировать такие песчаные подъемы. Причем тут уже не имеет значения, едете ли вы с помощью электроники или пытаетесь на честных блокировках заползти вперед. Результат будет примерно одинаковым, потому что электроника здесь работает здорово, и она не душит двигатель совершенно. Мы сейчас ехали на четырех с лишним тысячах оборотах. Окей, включим блокировочку. Опять нужно подождать. Может быть, даже подергаться вперед-назад. Давай, родная. Вот так, представляете, если вы будете в грязи стоять... А, окей, я же забыл заблокировать задний дифференциал. Но считайте, что вы его уже не заблокируете, если вы прилипли. Хорошо, у нас есть возможность поездить вперед-назад, но вообще это не дело. Давайте еще разочек попробуем. У нас батарейка в GoPro закончится раньше, чем эти актуаторы что-то придумают. Уже даже не смешно. Ну давай, Pajero Sport. Вот, ура! Rear Differential Lock. Да, это, конечно, загадочно, почему у них теперь так, потому что на моем личном Pajero третьего поколения, которому уже 10 лет с лишним, все работает гораздо быстрее. Вторая пониженная. И мощность. Нам нужна вся мощность этого двигателя. Давай, давай, давай. Да, он успевает набрать чуть больше хода, чуть выше, может быть, забраться, но... Нет. Подъема тут не взять. Да, конечно, если бы мы сейчас стравили шины, мы бы поехали подальше и повыше, но факт остается фактом. Этого дизеля для тяжелого песка маловато. Не хватает ему и крутящего момента, и лошадиных сил. Окей, если у вас в песке не стоит задача форсировать подъем и стать царем горы, а просто какие-то сложные геометрические упражнения, ведь загодя кажется, что наверняка на одних лишь блокировках Pajero поедет лучше, потому что покрытие рыхлое. Здесь важно полностью иметь железную, жесткую связь колес друг с другом. Но, как показали наши уже эксперименты, что вот в такой сложный подъем с диагоналочкой, когда у вас только лишь задняя блокировка, машина скорее едет вниз охотнее. Да, вот видите, по сантиметрику мы пробираемся вперед, но это неэффективно. Мы уже там нарыли скважины под колесами. Пытаемся разблокировать дифференциал. Хорошо, опять-таки у нас, вот он, ушел родной. Режим песок. Все то же самое. Первая передача, и мы едем в этот же самый подъем. Старт вроде бы менее эффективный, но видите, машина рывочками, рывочками дергается вперед, и есть ощущение, что вот они, передние колеса подрабатывают. Вот сейчас совсем жесткая диагоналка. Но, тем не менее, машина едет. Заднее колесо я вижу практически полностью вывешено. Сейчас на блокировке у нас уже нет шансов заехать, а на электронике мы способны это сделать. Ну что, таким образом, даже в песке, где, казалось бы, у честных жестких блокировок все козыри на руках, эта электроника работает практически так же эффективно. Можно сказать, между электроникой и блокировками здесь ничья. Ну, а если сравнить непосредственно Pajero Sport с Land Cruiser Prado, счет мы сейчас узнаем. Toyota перед водителем никаких задач с поиском режимов не ставит, потому что здесь все предельно просто. Выбираем нейтральную передачу в автомате, крупной ручкой поворачиваем режим демультипликатора. Я еще сказать это не успел, а у нас уже понижайка. Ну, и можно сразу заблокировать межосевой дифференциал. При этом у нас система стабилизации выключена, но система контроля тяги остается. И именно она здесь выполняет роль межколесных блокировок, потому что, в отличие от Mitsubishi, с его жесткой задней блокировкой, у Toyota оба дифференциала свободны. Здесь, к сожалению, нет такого честного ручного режима, как у Mitsubishi. Напомню, что здесь можно выбирать только ограничения по передачам. То есть, вот я выбрал два. Это значит, что не вторая передача, а выше второй Toyota не поедет. Ну что, здесь у нас все то же самое. Нам нужна мощность. И Toyota явно берет с места веселее. Но, как только колеса уходят в пробуксовку, все повторяется так же, как и там. Дело в том, что вся эта принципиальная, точнее, она уже и не принципиальная разница между двумя машинами на песке в подъеме на гору обусловлена немного разными шинами. Там более злая АТ-шка, здесь более асфальтовая. И, соответственно, здесь шины дольше не срывают песок, то есть, не уходят в пробуксовку. И пока Toyota едет по поверхности песка, она едет здорово. Но надо отдать ей должное, все-таки мощности здесь больше. И она эффективнее берет с места даже на плотном песке, где не буксует и Mitsubishi. Поэтому тот подъем, который Mitsubishi все-таки не покорился... На Toyota мы взяли. Ну, а в том, что касается диагоналки в песке, то тут Toyota все-таки уступает Mitsubishi. Заметно, что электроника здесь работает не так эффективно. Слышно, как хрустят тормоза, но... Если на Mitsubishi мы продвигались вперед на сантиметры, то здесь, по-моему, буквально на миллиметры. Она какими-то легкими-легкими подрагиваниями. И заехать с ее помощью на этот уступ с практически диагональным вывешиванием гораздо труднее, если вы уже сорвали машину в пробуксовку. То есть по потенциальным возможностям Mitsubishi, конечно, здесь чуть интереснее. Больше набор режимов, плюс честная блокировка сзади. Но Toyota здесь, во всяком случае на песке, точно выигрывает по шинам. Но, однако, сейчас этот козырь не заметен, потому что мы намеренно срываем их в пробуксовку, чтобы не было влияния большого покрышек, а работали исключительно трансмиссия и вспомогательная электроника, которую я практически не слышу. Слышен только хруст, но нет эффективной работы, увы. Поэтому на песке, на стандартных шинах лучше не останавливайтесь, а держите педаль газонажатой, тогда Toyota едет. Но песок оставим арабским шейхам. Это для них оффроуд связан исключительно с покорением песчаных барханов. В России оффроуд – это лес, где колея и грязь. Но и тут на первое место выходит то, есть ли в вашем багажнике бензопила и какие у вас шины. Потому что лесной завал, упавшее дерево поперек дороги – это, по сути, главная причина, которая может остановить оба этих автомобиля. И Mitsubishi и Toyota очень хорошо готовы к покорению традиционного российского бездорожья. У них впереди очень мощные рычаги, стальные защиты поддонов картера, сзади неразрезной мост, которым можно колоть бревна пополам. Так что опасаться контактов с грунтом особенно и не приходится. Но хотелось бы, чтобы этих самых контактов было меньше. И в этом плане Mitsubishi хуже Toyota, потому что на своей мягкой подвеске она постоянно уменьшает дорожный просвет. Когда морда раскачивается, она чаще заметна, чем Prado, касается грунта. Это не очень приятно. А в том, что касается возможностей трансмиссии, да, с одной стороны, у Pajero их больше. Например, здесь можно заблокировать задний дифференциал, тогда как у Prado он свободный. Но в реальной жизни, а мы поехали туда, куда вряд ли сунуться владельцы этих недорожников, во всяком случае, в стандартном состоянии, в стоковом. Вполне достаточные возможности Prado. Нам так и не удалось создать условия, при которых, да, вот то, что здесь есть блокировка, вот, наконец-то Pajero Sport вырывается вперед, а Prado нет, висит в диагоналке. Но с такими ходами подвесок диагоналки легко берутся с небольшого разгона. Ну а там, где его нет, неплохо работает электроника. Да, здесь она эффективнее, чем у Toyota, но и там вполне справляется с вывешенными по диагонали колесами. А вот лучшая работа подвески Toyota, это однозначный плюс и в колеях. Ты просто чувствуешь больше уверенности в машине, смелее бросаешься в эти лужи, преодолеваешь колеи, потому что, знаешь, машина держит удар. И в итоге получается, что вне дорог Pajero Sport при всей своей продвинутой трансмиссии, а я считаю, что она в целом одна из лучших в автомобильном мире, хотя вот этот режим все-таки на повышающей передаче с заблокированным центром мне не очень ясен. Так вот, все его преимущества, они тонут в недостатках его подвески, потому что на любом типе дорог и бездорожья ты постоянно ощущаешь эту бесконечную раскачку, удар, и в конце концов просто не хочется сюда съезжать. Помните, в первой серии я сказал, что на Pajero Sport до красивых мест, до грунтовых дорог лучше его везти на эвакуаторе? Выясняется, что в целом и вне дорог делать ему особенно нечего, он и здесь очень сильно утомляет. Поэтому единственный вариант применения Pajero Sport на бездорожье я вижу в том, чтобы привести, собственно, к этому самому бездорожью либо велосипед, либо кроссовый мотоцикл или квадрик в прицепе, ну и оставить эту машину где-нибудь на парковке. Собственно, для Prado я вижу тот же самый сценарий, потому что, согласитесь, машина за 3 миллиона рублей, вряд ли кто-то всерьез будет топить в грязи, царапать о ветке, но они созданы не для этого. Но все же приятно понимать, что твоя машина может, и вот это в полной мере относится к Prado.